Всем привет! Меня зовут Светлана и я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня, дорогие мои друзья, я хотела бы с вами поделиться рецептом Пасхи. Приближается чудесный светлый праздник Пасха. И, конечно же, центром праздничного стола должна быть обязательно творожная Пасха. Нам потребуется творог. Кило-кило двести. Десять яиц, сметаны 400 грамм, два стакана сахара, изюм в стакан, орехи в стакан. Изюм мы заливаем на 20 минут водой кипяченой, чистой. Две пачки масла при комнатной температуре, оно уже стало мягким. Какао для начинки. Одна столовая. Приступаем. Яйца. Предварительно, конечно, они должны быть помытые. Мы вбиваем их в творог. А кто-то выкладывает только одни желтки. Творог. Десять яиц. Затем мы с вами добавляем два стакана сахара. Два стакана сахара. 400 грамм сметаны. Ну, вы видите, я покупаю не в магазине, а, в общем-то, фермерские такие продукты, чтобы это все было вкусно, свежо. Но сейчас мы должны вот эти вот четыре ингредиента размешать. Творог, яйца, сахар и сметану. И просто размешиваем. Тщательно размешиваем. Так, ну, мы размешали это все. Масло уже практически, оно уже такое при комнатной температуре, оно уже мягкое. Я беру две упаковки, я больше не беру. Конечно, все заговоры я вам скажу чуть-чуть позже, когда уже у нас будет Пасха наша готова, потому что какой же праздник Пасхи без Пасхи. Берем миксер и начинаем всю вот эту массу перемешивать. Мы поставили с вами получившуюся творожную массу на огонь. Закипеть она должна, но ни в коем случае не прокипать. И сейчас мы должны вот эту вот кастрюлю нашу поместить в миску или в какой-то сосуд с холодной водой. Мы поместили сейчас эту массу творожную в холодную воду. Дальше, когда мы остудили вот эту массу до комнатной температуры, довели, мы вот эту кастрюлю ставим в холодильник на пару часов, чтобы масса немножко загустела, взялась. Сейчас я залила изюм кипятком, чтобы он пропарился и надулся. Бывает, что он надувается и прям виноградиной превращается. У меня масса уже постояла в холодильнике, остыла. И я ее разделила на три части. Изюм, как у нас поднялся, да, распарился, он стал практически в полтора раза больше. В одну часть кладем орехи. Еще раз говорю, они у нас порезанные. Можно, конечно, обжарить немножко на сковородке, но я этого не делаю. Высыпаем в эту часть у нас, смотрите, орехи. В эту часть, ну давайте вот, наверное, в кастрюлю, потому что изюма слишком много. Но, вы знаете, вот немножко, наверное, изюма можно оставить для украшения. В третью часть мы с вами положим какао. Как правило, кладут полторы ложки. Ну, если даже две положите, то, в принципе, можно и две ложки положить. Мы с вами уже размешали ингредиенты. Здесь у нас орехи, да, здесь у нас изюм. Вот три части получились. Вот с такой вот формочки. Берем сейчас определенный сосуд, да, кверх ногами мы ее закладываем сюда. Марля смоченная водой, влажная. Мы ее закладываем вот сюда. Марля у нас вдвойне должна быть. Сначала мы с вами положим три ложки с изюмом. Три ложки с какао. Три ложки с орехами. Ну, по мере того, что у нас, вы видите, объем увеличивается, дальше можно уже побольше класть ложек. Теперь опять с изюмом. А, лишь ваши подсказки души. Слушайте себя, слушайте свой внутренний голос. Как вы посчитаете, нужно столько ложек и кладите. Смотрите, чтобы закрыла поверхность. Сейчас закрываем какао, чтобы вот такая вот шоколадная, да, у нас поверхность была. И теперь кладем опять орешки. Ну, еще добавим, конечно же, слой с какао. Мы с вами сделали, заложили полностью. Теперь, смотрите, накрываем краями. Вот тут у нас немножко, ничего страшного тоже. Закрыли вот это вот все. Закрыли. Мы кладем сверху блюдце. И на блюдце мы ставим груз. Например, апельсин. Вот в таком состоянии мы сейчас нашу пасху будущую поставим в холодильник. Я сейчас только что вытащила из холодильника наши пасхи. И вы видите, сколько здесь у нас вылилось. Нам нужно еще аккуратно ее достать. Мы все-таки постараемся сейчас перевернуть. Потому что... Опачки. Вот так подтянем сейчас. Вот, подтянули. Она у нас стала. Берем сейчас очень-очень аккуратно. Вот эту марлечку мы убираем. Посмотрите, какой красивый, слоистый такой у нас, не знаю, хотела сказать, пирог. Это у нас не пирог, но пасха. Здесь мы сделаем крестик. Вот прям по крестику мы так и пойдем. Дальше, что у нас? Вот Христос Воскресе. Давайте тут мы напишем вот такими вот здесь мармеладиной. Видите, какая красота? Еще раз напоминаю, что все явства приготовления нужно готовить либо в чистый четверг, либо в субботу перед Пасхой. Смотрите, вот у нас получилось. Надеюсь, красиво, да? Любовная Пасха. В древности пеклись творожные пироги в форме конуса, вот как сейчас у меня, или горки. И символизировали они женское плодородие, плодовитая женская лона, полная любви. Посвящались земле матушки, чтобы она принесла богатый урожай. Да, и урожайность в семье привлекалась. Чем больше детей, тем больше будущих земледельцев. А в христианстве Пасха являлась символом гроба Господня. Поэтому делается в форме пирамиды с усеченной вершиной. И вам нужно будет приготовить, как я вам показывала, вот такую вот любовную Пасху. Она дарит гармонию в сердечных делах и плодских утехах. Когда мы протираем через сито творог и добавляем в него цукаты, изюм, но в данном случае мы миксером, вы видите, сбивали, все это протирали, можно сказать следующие слова. Закладывая творожную массу в пасочницу. В пасочницу нужно произнести следующие слова. Сосуд благодатный до краев наполняю. Его творогом жизнь любовью. Да будет ею жизнь полна на долгие года. Аминь. А когда будете разговляться, освященной Пасхой, следует произнести особый шепоток на любовь. Кто Пасху мою вкушает, тому ничто не помешает любимым быть, да с любовью в сердце жить. Аминь. Когда вы садитесь за праздничный стол, вы потихонечку шепотком над всеми праздничными блюдами и в том числе над Пасхой творожной произнесите следующий заговор. Христос все, что имел, раздавал и другим так завещал. Пасхами, куличами, яйцами, крашенными этими, я всех угощаю и всем ближним добра желаю. Так пусть же все, что мною воздается, ко мне, сторится и вернется. Пусть удача в делах со мной пребывает, меня от бед и неудач обороняет. После этого вам нужно будет угостить куличами, творожными пасхами и крашенными яйцами как можно больше людей, знакомых и незнакомых, сохраняя при этом чистоту мыслей и благостное настроение. Чистосердечная щедрость в этот день всегда возвращается воздающему и до следующей Пасхи ему даются все важные дела. Существует очень сильный заговор для улучшения здоровья в целом. Издревле его произносили и пользовались наши дедушки, прадедушки, прабабушки, бабушки. Именно на Пасху его нужно произнести. Когда вы испекли куличи, приготовили крашеные яйца, сделали Пасху, вы вот над этими продуктами читаете заговор, следующий заговариваете пищу. Шла я, раба Божья, называйте свое имя, по дороге длинной. Вышла я в глубокому синему морю, повернулась там лицом к счастью своему, а спиною, горю, увидела царицу морскую, рыбину, белорыбицу, большую и красивую. Никто не оспорит ее красоты и здоровья. Имеет она глаза стеклянные, а плавники оловянные. У нее голова из чистого золота, а своей душой, глубиной боли она ни своей, ни чужой не чувствует. Качается, колышется, она на голубой волне морской, хвори ей никакие не страшны. Желаю, чтобы я, раба Божья, собственное имя называете, болезней не знала и здоровье крепкое имела. Чтобы я от боли никогда в жизни не страдала. Аминь. И потом можете вкушать эту пищу, и вы будете здоровы до следующего года, до следующей Пасхи. И еще, дорогие мои друзья, запомните одну простую вещь. Когда вы приготовили праздничный стол на Пасху, вы можете раздавать все, что угодно. Неосвещенные продукты можете раздавать всем, кому хотите. Но если вы уже осветили что-то в церкви, вот освещенные продукты никому нельзя раздавать. То есть вы раздаете свои блага. Это уже ваше, это личное. Это должны съесть вы и ваши родные, близкие, ваши дети, ваши родители. Все. Другим никому ничего уже из дома мы не раздаем. Именно освещенное. То, что вы оставили часть неосвещенную, пожалуйста, можете раздавать кому угодно. Я надеюсь, мои советы вам понравились. Понравилась наверняка вам вот эта вот Пасха приготовления. Пишите обязательно в комментариях. Пробуйте, делайте, готовьте. Это очень вкусно. И обязательно подписывайте, Описывайте, описывайте в комментариях, как у вас получилось, что. А может быть, даже вы поделитесь какими-то своими рецептами. Я с удовольствием прочитаю. Возможно, другие посмотрят и будут тоже пользоваться. Конечно же, магия не бывает бесплатной. Поэтому вы всегда ставьте лайки и за это видео тоже. Тем самым вы оплачиваете мою работу. Пишите слово «благодарю» и вам за это вернется сторицей. То есть каждый, кто сейчас поставит лайк, напишет слово «благодарю». И будет вам счастье, и будет вам здоровье, и будет вам любовь в этом году. И все, что только пожелаете. Кто хотел расшириться, купить большую квартиру, тот ее обязательно купит. Кто хотел продать какое-то застоявшее имущество или свой товар, обязательно продаст. Кто хочет встретить свою половинку, обязательно встретит. Итак, ставим лайки, подписываемся на мой канал, продолжаем его смотреть, продолжаем комментировать. Я вас всех очень-очень люблю. Желаю вам всем здоровья, счастья, финансового благополучия, благополучия, огромной неземной любви, взаимной любви и всего самого наилучшего в мире. Друзья мои, со светлой Пасхой вас! Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!